МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Итоги недели». Самые запоминающиеся события в специальных репортажах, обзорах и интервью корреспондентов телекомпании Ленинск ТВ. В студию Ольга Зимарина и сегодня в выпуске. Капитальный ремонт отложили, а тарифы за ЖКУ повысили. Сравнять с землей до конца августа губернатор Кузбасса распорядился переселить жителей аварийного дома за первый летний месяц. К областной акции «Вахта Победы Кузбасс» присоединяются все больше горожан. Повышение тарифа на капремонт в Кузбассе отложили до конца года. Напомним, для выполнения региональной программы капитального ремонта этот тариф планировали повысить на 98 копеек за квадратный метр еще в апреле. Но из-за пандемии коронавируса повышение отложили. Стоит отметить, отменили не сами платежи, а только их увеличение. Добавим, что повышение взносов на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов не затронет малообеспеченных жителей Кузбасса и льготной категории граждан, которые на данный момент освобождены от их уплаты. В это число входят пенсионеры старше 80 лет и работники образования, культуры и соцзащиты, работающие на селе. А для пенсионеров от 70 до 80 лет предусмотрена льгота в размере 50% от суммы взноса. Кстати, в этом году в Ленинске и Кузнецком капитально отремонтируют 14 домов. А вот плата за жилищно-коммунальные услуги вырастет для всех россиян. Уже установили новые тарифы за ЖКУ. Они начнут действовать с 1 июля. Для Кемеровской области правительство России установило индекс в 4,9%. На сайте правительства Кузбасса появилось постановление, в котором обозначен индекс роста тарифов для каждой территории региона. Он варьируется от 3,2% до 15%. Так, ощутимее всего, жилищно-коммунальные услуги подорожают в Новокузнецке и Кемерове на 15%. Напомним, что в среднем по стране тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля вырастут на 3,6%. Переселение жильцов из аварийного дома в Ленинске и Кузнецком закончат на полтора года раньше по поручению Сергея Цивилева, который побывал с рабочей поездкой в городе. Все жильцы получат компенсации за свои квартиры и помощь в поиске и покупке нового жилья. Напомним, 8-ми подъездный дом на 120 квартир был построен в 89-м году. В 2018-м здание признано аварийным. Во время рабочей поездки в Ленинск-Кузнецке губератор Сергей Цивилев поручил в самые короткие сроки завершить расселение аварийного пятиэтажного дома в Ленинске и Кузнецком. Все жильцы получат компенсации за свои квартиры и помощь в поиске и покупке нового жилья. Необходимые средства в бюджете города есть. Большинство жильцов подготовили необходимые пакеты документов. Некоторые уже получили компенсацию, отметил губератор, общаясь с жителями дома. До конца июня должны закончить программу переселения всего дома. А до дня шахтера мы его намерены снести в этом году, чтобы была здесь ровная площадка, потому что он аварийный, опасен и для проживания, и для... Только вы выйдете, здесь же дети начнут бегать, их же не удержишь, правильно? Если это случится, дай Бог вам здоровья. Почему если случится? Почему это случится? Вот глава рядом находится, средства у нее есть, вам надо быстро оформлять документы. Значит, пусть круглосуточный режим, пусть переходит, МФЦ делает. В отдельное время, значит, и... Круглосуточный режим пусть переходит, решает вопрос. Напомню, что 8-подъездный дом на 120 квартир был построен в 1989 году. В 2018-м здание признано аварийным по заключению городской межведомственной комиссии. Причины – значительный крен, многочисленные трещины на стенах в квартирах. Муниципалитет выделил бюджетные средства на переселение граждан. С прошлого года началась работа по переселению семей, проживающих здесь по договору социального найма, в другой муниципальный жилой фонд. Собственникам жилья выделяют средства на приобретение новых квартир. До 2019-й год расселены жители четырех подъездов. Одной семье по договору социального найма предоставлена квартира из муниципального фонда. 58 семьям перечислены средства из расчета рыночной стоимости квартир. Из муниципального бюджета направлено более 88 миллионов рублей. У нас же здесь нет горячей воды, а сейчас у нас горячая вода. Тем более в центре, там все магазины рядом. Ехать на автобусе никуда не надо. Вот как вам объяснить, я очень довольна, что будет переселение всех жильцов. Вот до этого переселяли люди, никто обижен не был. Мы с кем разговаривали, все были довольны. До конца июня предстоит переселить из дома еще 61 семью. Муниципалитет выделил на это 79 миллионов рублей. Собственники восьми квартир уже получили деньги на покупку жилья. В ближайшее время еще 48 семьи получат денежные средства. А три семьи перейдут в другие квартиры, выделенные по социальному найму из жилого фонда города. Галина Ильина, Ленинск ТВ. Внимание отдаленным районам. Поселок Никитинский готовится в следующем году к 60-летию. Очередной объезд глава Константин Дихонов посвятил именно этой территории, чтобы запланировать объем необходимых работ. Благоустройство территории, ремонт зданий и дорог – главная задача в подготовке поселка Никитинский к юбилею. 60-летие Никитинка отметят в следующем году. Но работать над проблемами нужно уже сегодня. Во время еженедельного объезда глава Ленинска-Кузнецкого Константин Тихонов и его заместители наметили основные задачи. В преддверии 60-летия поселка, в следующем году юбилей, нужно посмотреть, наметить основные мероприятия, которые будем проводить. Ну, на первый взгляд, они все очевидны. Есть проблемы и с благоустройством, и с содержанием, есть претензии к управляющей компании. Сейчас думаю, что мы оперативно устраним. Ну и планы, так скажем, намечаем на следующий год. Посмотрели дороги, где-то сделаем дороги, где-то отгредируем, понятно, что асфальтовыми везде не положим, подгредируем, отсыпем, займемся благоустройством. Комиссия осмотрела и новую спортивную универсальную площадку, которая была установлена за школой осенью прошлого года. Площадка не пустует, ребята занимаются здесь с самого утра, но вот территория вокруг оставляет желать лучшего. Нескошенная трава, мусор, да и старую площадку, которая уже представляет опасность, необходимо демонтировать. Посмотрели объекты, администрацию, школу посмотрели. На школе у нас установлена универсальная спортивная площадка, площадка воркаут. В этом году мы завершим, уложим резиновое покрытие, ну и нужно еще благоустройство сделать комфортные подходы, чтобы, так скажем, ребятишки по грязи не ходили. Следить за состоянием улицы дворов поселка нужно и самим жителям. Скосить траву у своих участков и даже банально не мусорить. Общие усилия помогут встретить юбилей достойно. Мария Силантьева, Павел Желтиков, Ленинск ТВ. Моя новая школа так с гордостью в ближайшем будущем смогут говорить ученики 18 гимназии. Следом за 8 школой, которая ждет детей 1 сентября, гимназия вошла в областную программу. На ремонт выделено около 140 миллионов рублей. Гимназия номер 18 стала очередным участником регионального проекта «Моя новая школа». А это значит, что в скором времени образовательное учреждение изменится, оснащение станет самым современным. К капитальному ремонту уже приступили. На ремонт будет затрачено около 140 миллионов рублей. Согласно контракту на выполнение подрядных работ, 2 июня подрядная организация «Экостроя ЛК» приступила к работам по демонтажу в здании гимназии. Парты, стулья, школьные доски, все оборудование и учебная мебель гимназии переданы в другие образовательные учреждения города. В том числе в те школы, куда временно распределены для обучения учащейся гимназии. Это школа 73, где будут обучаться первые, четвертые классы и два пятых класса. Это школа 20, где будут учиться вторые, третьи, два пятых класса и четвертый лицей, в котором будут заниматься учащиеся с шестого по одиннадцатый класс. В рамках капитального ремонта предусмотрена стопроцентная замена внутренней и наружной отделки здания, пола, стен, потолка, замена окон, ремонт фасада. В скором будущем мы получим совершенно обновленную гимназию, начиная с фасада здания и заканчивая внутренней отделкой. Преобразится актовый конференц-зал, обновятся спортивные залы, появится тренажерный зал, тир и профориентационный центр с новейшим цифровым оборудованием. Полностью будет проведено и благоустройство территории, появятся площадки для воркаута, баскетбольная, волейбольная и игровая. Зона для занятий по правилам дорожного движения. Обновится футбольное поле, на котором будет предусмотрено покрытие из искусственного газона. И в центральной части здания мы сможем увидеть красивую парковую зону. Благодаря проекту «Моя новая школа» 18-я гимназия станет конкурентной, не уступая самым современным и передовым школам региона и России. Анна Шуркова, Василий Обухов, Ленинск ТВ В Кузбассе продолжается объявленная губернатором Сергеем Цивилевым региональная акция «Вахта Победы Кузбасс». На этой неделе к акции присоединился целый ряд коллективов и сотрудников городских учреждений. Напомним, поддержать акцию можно, разместив на своем рабочем месте автомобили или на одежде портреты героя своей семьи, который участвовал в войне или трудился в тылу. Сотрудники училища Олимпийского резерва поделились историей своих семей, разместив в своих кабинетах фото родных. Появились портреты дедов, прадедов и на городских троллейбусах. Считаю тем немногим, что мы можем для дедов и прадедов то, что сделать, это как можно дольше память о них сохранить в сердцах наших детей, наших внуков, воспитать уважение и значимость к тому поступку, который они сделали. «Приходя на работу, участвуя в этой акции, конечно, каждый день вспоминаешь и, в общем-то, надеясь, что и им приятно, что мы о них помним и что вот как-то хоть каким-то образом пытаемся выразить вот свою память, свою любовь». «Гордость чувствуешь и спасибо, конечно, всем, кто участвовал в войне, кто победили наши дедушки, бабушки. Спасибо им за наше мирное небо, что мы живем, не зная ни бед, ни войны». Акция продлится до конца года, который указом президента Владимира Путина объявлен Годом памяти и славы. Цель акции – сохранить историческую память о событиях и участниках Великой Отечественной войны. И на этом все. Это были итоги недели и ее наиболее заметные события. Встретимся снова через семь дней. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин